Петерин Александрович Сорокин Эта истина нашла еще одно подтверждение за кругом столом, который в очередной раз провели ученые, сотрудники Центра наследия. Еще и еще раз штудировать работы великого мыслителя 20 века и открывать новые грани его таланта им предстоит еще очень долго. Значительно более актуальны даже, чем они были, положим, в 50-е, 60-е годы. Они сегодня особенно актуальны. Биография Петерина Сорокина – это, в общем-то, неотъемлемая часть. Биография Петерина Александровича достаточно трудно будет понять ту эволюцию, которую он прошел как ученый, как социолог, я бы даже сказал, в более широком контексте, как гуманитарий. Культурологическая сторона деятельности Сорокина, она была обусловлена уже тем, что он вошел в эту жизнь как бы на грани, на сломе эпох, что он вошел на границы культур русской комии. Мало кто из нас знает о том, что Петерин Александрович, помимо своего редкого научного дара, я даже не побоюсь этой фразы, дара предвидения, потому что многие его называют пророком и очень заслуженно, вполне заслуженно, он обладал еще и литературным талантом. Для того, чтобы познакомить зрителя с тем, о чем шла речь за круглым столом, осмелимся разбавить текст научного доклада собранными видеоматериалами и цитатами из почти художественных работ Петерима Сорокина. Итак, зимой 1889 года семья будущего ученого остановилась в доме туринского учителя. Отец Александр Прокопьевич Сорокин, золотых и серебряных дел мастер, переходил из села в село в поисках работы. Белагея Васильевна, уроженка села Жешерт, ждала в то время второго ребенка, который появился на свет 23 января. Семья продолжала кочевую жизнь, но вскоре после появления на свет третьего сына мать умерла, а отец сильно запил. Братья сами добывали себе пропитание, реставрировали иконы, золотили купола и чинили ризы. Где и как Петерим научился читать, не помнит. Но первым шагом к науке стала для него Гамбская второклассная школа. Надо сказать, что эту школу закончил Федор Каковкин, герой гражданской войны, краевед Яков Балин, отец коми-автономии Дмитрий Батиев, первый профессиональный этнограф коми Георгий Старцев и многие-многие другие. Петериму Сорокину с самого начала везло на встречи с талантливыми людьми. В этом нам еще предстоит убедиться. Продолж свое образование в Хреново, это Кастанская губерния, закончил там, соответственно, срекомно-дохотскую школу. И тогда уже, будучи практически подростком, он занялся революционной деятельностью. Бунтар был в душе Петерим Сорокин. И поглаз, и в тюрьме. Причем и это время он потратил не напрасно. В это время он изучал труды людей, которых мы сегодня называем классиками. Он изучал труды философа, велигия. Во время учебы в Хреновской школе Сорокин подружился с будущим выдающимся экономистом Николаем Кондратьевым, тем самым, который открыл закон экономического колебания «Кондратьевские волны» и предсказал Великую депрессию в Европе и Америке. Одновременно с Сорокином он состоял в подпольном кружке, занимался революционной пропагандой среди крестьян. Как и Сорокин дважды побывал в тюрьме. Петериму тюремный опыт подсказал выбор темы первой научной монографии. Однако до этого было еще далеко. Впереди тяжелая жизнь бродячего миссионера революции, постоянная угроза нового ареста, скитания, пламенные речи на собраниях и бегство от полиции. Его ранние работы, за которые его критиковал Ленин, и, наверное, может быть, и не случайно он оказался на этом пароходе. Видно, Владимир Ильич видел в нем какого-то вот такого противника идеологического. Хотя достаточно молодой человек, еще на то время не проявивший себя, вот несколько статей, почему-то и вот принадлежность к лагерю эсеров привлекли вот такое внимание нашего вождя в то время. И работы были посвящены суицидальному поведению, то есть одна из статей, которая была подвергнута критике Лениным. На самом деле Сорокин уже тогда принадлежал, я бы сказал так, к эволюционистской школе социологии, поскольку пытался применить методологию эволюционистскую к развитию общества. И много очень плодотворных идей как раз вышло из этой эволюционистской парадигмы. Сделав короткую передышку, Сорокин решает переехать в Санкт-Петербург для достижения своей основной цели – поступлению в университет. В столице старый приятель Федор Коковкин помогает Петерюму найти место репетитора с проживанием в семье. Земляк Калистрат Фололевич Жаков, к тому времени уже профессор, помог ему поступить на Черняевские курсы, где преподавал сам. Он стал на плечи такого гиганта, говоря, так сказать, образно, как Калистрат Фололевич Жаков. И не случайно вот этот толчок, я бы сказал, морально-нравственный. Урок Жакова был усвоен Сорокином, наверное, лучше, чем многими другими, потому что и нашими соотечественниками. Прежде всего, это глубочайший интерес к человеку. Это вот та самая гуманность, которая идет от внутреннего ощущения человека в таком равновесии, в равновесном состоянии. И несмотря на то, что у него были, как мы сегодня услышали, жизнь была наполнена бурными и очень часто отрицательными событиями, совершенно верно, и Леонора Анатольевна подчеркнула, что сам он оставался человеком глубоко гуманистическим по своим, даже не то, что взглядом, а мироощущением. Быть может, судьба Петерима Александровича сложилась бы по-другому, если бы он не встретил Калистрата Фололевича Жакова. Калистрат Фололевич учился, между прочим, за пределами нашего Зырянского края. Он окончил тотемскую учительскую семинарию, учился в Киевском университете, учился в Лесном институте Санкт-Петербурга, затем поступил в Санкт-Петербургский университет, окончил историко-филологический факультет, но до этого он получился на физико-математическом факультете, то есть человек очень широкого кругозора. Им написаны замечательные книги, писал он в основном на русском языке, потому что стал шить в Санкт-Петербурге, но писал он о нашем крае, такие теплые зарисовки, которые, конечно, вызывали у читателей очень большой интерес к Зырянскому краю, к северу. Они и автобиографичны, эти рассказы и повести, они и рассказывают о других людях, которые ему были интересны и близки. Жаков пригласил Сорокина бывать в своем доме, ввел его в круг философов, литераторов и поэтов. Именно здесь он встретил свою будущую жену, Елену Боротынскую, слушательницу Бестужевских курсов. В Петербурге Сорокину удалось преодолеть последнее препятствие на пути в высшую школу. В канцелярии губернатора он получает свидетельство о благонадежности. Поступать в Петерим решил психоневрологический институт, где открыли первую кафедру социологии. Через год он перешел на юридический факультет Петербургского университета. По окончании оставлен на кафедры уголовного права для подготовки к профессорскому званию. Здесь его застигли события февральской революции. Сорокин по-прежнему эсэр в центре политической борьбы. Я посмотрел на мои книги и рукописи. Я полагаю, их придется отложить на время в сторону. Для занятий нет времени. Дело есть дело. До свидания, любимые друзья. Стрельба началась снова. Прибыли Ленин и его компаньоны. Их первые речи на большевистской конференции смутили даже членов крайне левого крыла. Капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят советской рабочей крестьянской республики за то, что она свергла власть поместников и капиталистов и дала тем пример для всех народов земли. Капиталисты Англии, Франции, Америки помогают деньгами и военными припасами русским поместникам, которые ведут против советской власти войска из Сибири, с зона Северного Кавказа, желая восстановить власть, а я власть поместников, власть капиталистов. Нет, этому не бывает. После февральской революции Сорокин – один из редакторов Центральной газеты партии эсеров «Дело народа», участник Всероссийского съезда советов крестьянских депутатов, который оказался провальным для большевиков. Интересным эпизодом стало появление на ней Ленина. Поднявшись на сцену, он театрально сбросил пальто и начал говорить. Лицо этого человека напоминает мне лица врожденных преступников в альбомах «Лаброзу». И в то же время он имеет нечто напоминающее религиозных фанатиков-староверов. Он – скучный оратор, и его усилия вызвать энтузиазм в пользу большевизма абсолютно провалились. Речь его была принята холодно, личность его возбудила враждебность, и в конце он ориентировался в очевидном смущении. Петерим Сорокин. Страница из русского дневника. Во время бурных, непредсказуемых событий революции развивается и любовный роман Петерима Александровича. 26 мая 1917 года он женится на Елене Петровне Боротынской. Это была настоящая революционная свадьба. После церковной церемонии, на которую я пришел с важного собрания, у нас было только полчаса на обед. Затем я должен был спешить на другую проклятую конференцию. Только в войну и революцию могут случаться такие вещи. Вечером я послал революцию к черту и вернулся домой, к моей возлюбленной. Приближается ураган. Но, несмотря ни на что, я благословляю этот день, как счастливейший во всей моей жизни. В июле 1917 года Сорокин становится личным секретарем Керенского. Своего руководителя он считает человеком честным и искренним, но ровно ничего не знающим об искусстве управления. Типичный русский интеллигент. Его явные ошибки только способствовали ослаблению власти Временного правительства и скорому приходу большевиков. Наконец, разверзлась бездна. Большевизм победил. Все произошло очень просто. Временное правительство и Первый Всероссийский совет были свергнуты столь же легко, как царский режим. Крушение империи и страны не стало падением для мыслителя. Только еще больше утвердило его в правоте и необходимости дальнейшего поиска истины. Субтитры создавал DimaTorzok